Создавать будущее, опираясь на прошлое и изучая настоящее, в Самаре актуализировали стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Скорректированный проект рассмотрели на заседании Стратегического совета. На обновление главного стратегического документа ушло два года. Сегодня мне хотелось поблагодарить всех участников этой работы, которые вложили свой труд в развитие города. При подготовке обновленной стратегии мы сохранили те принципы, которые зарождались в 2013 году. И в основу легло стратегии тесное взаимодействие с научным, профессиональным сообществом и, безусловно, максимальное вовлечение горожан ее обсуждением. Напомним, стратегию развития города утвердили в 2013 году. Ее разработали с учетом опыта других мегаполисов, профессионального сообщества и мнения жителей. Тогда документ признали лучшим в стране. Он во многом предопределил социально-экономический рывок в развитии всего региона. Однако новое время ставит новые задачи, стратегию потребовалось актуализировать. Но, как и прежде, определяющим фактором при корректировке и актуализации стратегии стал подход, направленный на максимальное вовлечение горожан. Субъектом стратегического планирования Самары рассматриваются институты гражданского общества. Это и социально-ориентированные некоммерческие структуры, активные граждане, местные сообщества и использование их потенциала в системе местного самоуправления. За два года, пока шла работа по актуализации документов, в городе рассмотрели тысячи предложений от жителей, провели девять стратегических сессий, семинары, экспертные обсуждения и соцопросы. Основной площадкой для работы по корректировке документа стал Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. В точке кипения у нас было девять слушаний, причем девятое слушание было с привлечением молодежи, студентов, аспирантов, где они могли тоже высказать свое мнение. Было интересно послушать, что же предлагает молодежь. Ну а кроме этого было пять у нас групп, и в эти группы мы привлекали и юристов, и социологов, и айтишников, и тех, кто специалистов по строительству, по транспорту. Поэтому у нас получилась такая междисциплинарная работа. Стратегический совет одобрил новые документы, направил его на рассмотрение в городскую думу.